Роботы-суррогаты Оградите свою жизнь от любого риска и опасности Вы сможете жить безо всяких ограничений И быть тем, кем вы хотите быть VSI подберет то, что вам нужно Вам будет гораздо безопаснее VSI, здесь все началось Делай что хочешь, будь кем хочешь По-моему, это неудачная идея Да ладно, все нормально, сейчас что-нибудь подберем Мы вас мигом на ноги поставим Сигнал идет Ощущаете себя сильным парнем? Бревном Это базовая модель Только слух и зрение Другие чувства надо заказывать Но если хотите, можем сделать его похожим на вас Это пожалуйста Лицо сканируем, переводим в термопластик И поверьте мне на слово, меньше, чем через час Встретите своего двойника Можем сделать вас моложе лет на 5 или 10 А? Ну, ну что скажете, а? Что надо уходить Здравствуйте, дорогие друзья Меня пока еще зовут Дмитрий Губин Это вполне еще мое биологическое тело И вы смотрите программу «Наше время» Так вот «Наше время», если вы не знаете, то теперь вам не забыть Существует движение, которое называется «Россия-2045» И это не очередной политический клуб, который обсуждает, что же будет с Родиной с нами Это довольно большая группа людей, среди которых есть биологи, есть физики, есть медики, есть писатели и так далее Это группа людей, которые задумываются над классическим проектом для любой науки Это «Можно ли обеспечить бессмертие?» Ну, допустим, с поправкой, что жизнь есть не обязательно способ существования белковых тел Может быть и небелковых тоже Вот знаете, что человек, который возглавляет это движение Он является либо, как это там, сверхчеловечество, живой эрафант Как, по-моему, Есенин написал в таких случаях Либо это такой ловкий манипулятор нашими сознаниями, что просто не передать В любом случае, надеюсь, я достаточно сказал, чтобы вас заинтриговать А представить именно этого человека, который находится в нашей студии Дмитрий Цков, инициатор ПАПА, создатель движения «Россия-2045» И президент компании «Нью-Медиа Стас» Дмитрий Ильич, здрасте Здравствуйте Рад вас видеть Взаимно Извините, у вас дети есть? Нет То есть вы не сделали, еще ни одного не произвели на свет Божий Плюс ни одного дополнительного биологического тела? Вот, а собираетесь, уже стремитесь Как-то повлияло бы на мое влечение, если бы у меня было несколько биологических тел, произведенных в запасе Нет, я не об этом Я о том, что задачи, которые вы поставили Я понимаю, что сейчас многие ощущают, испытывают Это отнюдь не вечный двигатель Я вас вообще могу звать доктором Фаустасом Тоже мне Со средних веков пытаются найти нечто, что пережило бы наше несчастное биологическое тело Но я вас все-таки прошу, привет, пожалуйста Ну, не знаю, в трех предложениях Выходите в пяти Вот в чем смысл вашего проекта? Ну, я бы начал с того, что На наш взгляд, человечество переживает некий смысловой кризис И необходим поиск новых смыслов, новых ориентиров Иначе мы не то, что, наверное, не доживем до середины века Может быть, в ближайшие 10-20 лет наступит апокалипсис Во-вторых, это национальная идея, наверное, для России То есть в России 2045 здесь патриотический смысл неспроста вложенный Литрий Ильич, национальная идея есть первая характеристика любого тоталитарного государства Нет тоталитарных государств, национальных идей не существует, попробуйте, назовите мне хотя бы одну Дойче, дойче юбералис, это, пожалуйста, это нацистское тоталитарное государство Америка – это тоталитарное государство? Нет, демократическое Назовите мне национальную идею для Америки, кроме идеи свободы Демократия? Свобода-демократия? Это не идея, это условие существования, это не идеология Понимаете? Идеология – это когда все должны делать вот это Германия – это лучше всего Ну, мне кажется, Америка возвела это в рамках идеологии Ну, хорошо, мы ходим в сторону Господи, хотел с вами бессмертия, а мы опять о том, что Америка нам угрожает Давайте тогда вернусь к перечислению Да, конечно Значит, наряду с какими-то идеологическими вещами Это конкретная идея о продлении жизни, об улучшении качества жизни людей, тех, кто нуждается И это такой амбициозный проект, который может обеспечить реальный научно-технический прорыв Которого так не хватает человечеству, мне кажется Речь идет о, скажем так, я очень условно отношусь к идее бессмертия Очень скептически условно отношусь, по одной простой причине Если верна теория великого взрыва, большого взрыва То это значит, что все однажды появилось из ничего И тогда бессмертие быть не может определить Если все однажды внезапно появилось, оно ведь так же может и схлопнуться однажды Вы знаете, наверное, схлопнется, я считаю, что оно схлопнется Это вы Хокинга насчитали А с другой стороны, Хокинг, кстати, наш такой незримый сторонник Я надеюсь, что скоро станет реальным, актуальным сторонником Приедет на свои инвалидные коляски, оставив кафедру Кембриджа? Нет, будет общаться с нами через свой аватар А, ну да Ваша идея все-таки в том, что если тело немощное А у великолепного ученого Стивена Хокинга Который занимает ту же кафедру, что помсер Сак Ньютон Занимал в Кембридже, да Мы знаем, что у него достаточно немощное тело Даже речь за нее синтезирует компьютер То есть все-таки вы всерьез собираетесь, условно говоря, дать Стивену Хокингу новое молодое тело? Абсолютно серьезно Вы физик, биофизик, врач, физиолог Расскажите о вашем образовании Я по образованию экономист Но, наверное, последние 12 лет работал в области экономики С другой стороны, это нельзя назвать чисто экономикой Потому что я занимался бизнесом все это время И непосредственно моя специализация — это интернет-технологии Это, я бы даже сказал, интернет-медиа Все, что связано с медиабизнесом, медиабизнесом в интернете — это то, что я делал То, наверное, в чем я сейчас разбираюсь лучше всего Тогда объясните, пожалуйста, какие именно факты, события или люди дали вам возможным Сделать предположение, что создание некоего искусственно сконструированного тела Вмещающего наш с вами интеллект Кстати, ваш или мой? Или там заплатить нужно будет? Ваш интеллект останется вашим У вас будет некий помощник в виде искусственного мозга, может быть, который дополнит ваш интеллект Наша задача — не создать искусственный интеллект, здесь важный момент А перенести вашу индивидуальность в вашу личность Симуляк Рагбадрияру сейчас уйдем Ну ладно, бог с ним Что вам дало основание предположить, что это не просто разговор Вполне философский, вполне академический, довольно любопытный Что это реально воплотить физически Вы знаете, все очень просто Ответ очень простой Если вы обратите внимание, наверняка вы обратили внимание И сказали это в начале передачи Движение было основано ученым, в том числе И вообще решение заняться воплощением, физическим воплощением такого проекта Конечно, было спровоцировано тем, продиктовано тем, обосновано тем Что я много общался, в первую очередь, с реальными учеными, с реальными проектами Вот в этом направлении Ну, например? И основывался на их прогнозах Ну, я могу рассказать, что я начал в России Одним из первых был, например, разработчик аппарата биоискусственная печень Вячеслав Евгеньевич Рябинин Это был один из первых людей Это какой институт? Вы знаете, это не в Москве, естественно Почему, естественно? Не знаю даже почему Не в Москве, да Ну, хорошо Согласен Могу быть и здесь Что это за идея? Это Челябинск Идея вполне нормальная Там особой будущности нет Просто это был один из первых специалистов по искусственным органам По созданию искусственных органов, с которыми я общался На предмет того, чтобы подтвердить или опровергнуть прогнозы Курцвейла Известного изобретателя, футуролога, который он сделал в прошлом году, в октябре На предмет того, что искусственные органы к середине века Преизойдут по своему функционалу, по свойствам наши естественные органы Он также говорил о том, что тела будут в разной форме, что будут нанороботы, управляемые силой мысли Что можно будет копировать воспоминания, скачивать их, куда-то переносить И я к тому моменту уже не один год занимался исследованием тематики Думал к вопросу подойти, чтобы в свою очередь какую-то дискуссию инициировать И увидев это предположение, сразу взял старт и начал общаться с российскими специалистами Планировал с зарубежными, но российских хватило для того, чтобы организовать движение И начать реализовывать тот план, который наметился Я поехал в Челябинск к Рябинину, я общался здесь с различными специалистами Каплан, Дунит Барковский, Фролов, все эти люди, которые у нас на сайте упомянуты И сначала это выглядело как некий прогноз по замене человека частями, которые выходят из строя, искусственными частями Затем это приняло ту форму, которую имеет сейчас Это работа над искусственным телом, работа над автономной системой питания мозга Работа над искусственным мозгом, попытка как-то приблизиться к пониманию, что такое сознание К переносу сознания Александр Яковлевич Каплан высказал такое предположение, на которое мы теперь в некотором смысле опираемся Высказал сожаление о том, что человеческий мозг живет недолго И я рассказал в том числе то, что люди живут Нет, у многих людей не живет вообще По крайней мере, их мозги производят именно такое ощущение Это такая метафора Какая метафора, суровая реальность Так-так Действительно очень интересно все, что вы говорите Да, наверное, может быть у многих он не работает Но тем не менее, с этим неработающим мозгом они доживают Смотрите, идея, я не прерываю вас Я просто стараюсь какие-то делать насечки Только не как снайпер на прикладе А вот как разведчик Чингачгук на дереве Если мы не считаем смертью Строгая физическую смерть нашего компьютера или ноутбука Кого ноутбук, те знают, что раз в три, максимум раз в четыре года его нужно менять Господи, мы же ничего не теряем Сохраняются все наши музыкальные файлы Да еще там увеличивается со временем Все наши фотографии Все наши горести и мелкие злодейства И даже Пушкин в качестве фона Если мы на десктоп Александра Сергеевича портрет захотим вложить Все сохранится Это не трагедия Нужно делать бэкап Нужно переносить информацию Для этого существует масса программ Можно купить себе место в сети и так далее Ну и новый компьютер Вот эта идея, грубо говоря, она соответствует вот этой Мы записываем, наши тела разлагаются Наши тела умирают И с этим мы, скорее всего, поделать ничего не сможем Мы можем продлить их существование Но мы можем записать информацию, перенести Или я что-то все-таки не улавливаю Вы знаете, это очень грубо Я думаю, что вся современная наука Передовая такая Не улавливает еще что-то до конца в этом вопросе Потому что кто-то говорит, что нужно грубо будет записать Кто-то говорит, вот тот же Каплан, например, считает Что записать невозможно Потому что это слишком большая комбинация нейронов, синусов Огромное какое-то количество информации Ну просто нереально Кто-то говорит, что полностью копировать не придется Что личность, она где-то находится в специальных зонах мозга Надо только выяснить, в каких Кто-то говорит, что это вообще Что-то в личности уже выяснилось За пределами Да, есть классические определения личности и сознания Но очевидно, что они не понятны Так и жизнь определяли как способ белковых тел А вот пришли вы, господин Сков Молодой неспровергатель всего марксизма Всех постулатов Вы знаете, я-то ведь пришел как организатор Все вещи, которые есть в движении, идеология и технологии Это все сформулировано серьезными людьми, учеными, энтузиастами Какое-то видение, может быть, персонально рождено Вам нужно нанять телохранителя по одной простой причине У вас есть в рагет турфирмы и авиакомпания Потому что, представьте, что такое происходит полный перенос информации Да мы господин, мы просканируем ваше сознание или мое И отправим по проводам в долю секунды за 10 тысяч верст И все, и прогорел аэрофлот, и вслед за ним Львганзе и так далее Вот она, трансплантация, это реалия Если можно переносить сознание Никакая охрана мне не поможет, потому что мой враг в таком случае весь капиталистический мир И фармацевтика, и бытовые приборы Все, кого можно сейчас вообразить Союзники все компьютерные вербы Производители еды Кстати, да Зато РАО ЕС вас должно поддерживать Потому что нужна будет энергия напрямую Надо договориться с Чубайсом Договорились уже Он будет давать только в нано-порциях, я боюсь Хотя информация о вас почему-то на сайте Роснано Правда? Вы знаете, был недавно форум Роснанотех Я попросился выступить Мне не разрешили Не отреагировали никак на мое предложение Поэтому, видимо, какая-то ошибка Нет, повторяю, что если кто воспринимает наш с вами разговор как программу из цикла Почему Ленин был грипп, это не совсем то Повторяю, идея, это третий раз уже, повторяю Практически академическая А вот мне захотелось чуть повнимательнее посмотреть на ваши проекты Ну, например, на проект, который называется Аватар Вот внутри этой системы В руках что-то подержать Расскажите о нем Вы знаете, это фактически то, что мы видели в начале передачи Это создание некого человека-подобного робота Такой форм-фактор мы выбрали Потому что он наиболее похож на человеческий И человек управлять роботом По функционалу схожим с самим собой Будет, наверное, удобно и понятно Интуитивно понятно Да, это попытка сделать интерфейс связи нашего мозга С тем компьютером, который будет управлять Аватаром Этим роботом-копией И попытка его сделать максимально таким сложным, продвинутым Я думаю, что вряд ли нам получится реализовать в ближайшее время то, что было показано в фильме Боитесь, что вашей жизни не хватит? Нет Говоря о ближайшем времени, я имею в виду летом 5-7 Я думаю, что через 10-15 получится Просто сейчас технологии так настолько продвинули, что, пожалуй, удастся сделать так, как показано в фильме «Хиноки» в японском, если знаете Там речь идет о мальчике, который стал инвалидом из-за автокатастрофы Его папа, который работает в компании, которая производит роботов Ему предоставил некого робота «Хинокио», которым мальчик ходит в школу Он сидит перед большим экраном У него простой нейроинтерфейс, интерфейс связи мозга с компьютером Он где-то печатает на клавиатуре, где-то управляет джойстиками, где-то думает и посылает какие-то сигналы И на большем экране получает трансляцию того, чего видит Вполне реальные технологии описаны И первый аватар, это, наверное, так, как в этом фильме «Хинокио» И я думаю, что это вполне такой будет себе успешный рыночный продукт Многие захотят Не так, как в фильме у Спилберга, да, «Коровиша» Бесконечную шеренгу этих человекоподобных детишек прелестных И ты понимаешь, какая здесь химия запущена уже Вот, а затем совершенствование этого механизма И, на самом деле, я всегда говорю, что на предварительных промежуточных этапах Составленные части аватара Это совершенные помощники для инвалидов Как и сам аватар для таких людей, как Хокинг В дальнейшем это возможность и наши службы специальные, МЧС Министерство обороны снабдить необходимыми аватарами, роботами В медицинских целях, опять же, более расширенно применять Ну, если уже разберемся с такой технологией, как в фильме «Суррогата» показано Там очень сильно, мне кажется, спектр применения расширится Ну, и в немаловажный момент мы параллельно запускаем проект По созданию системы автономного питания для мозга И связи мозга с внешним миром То есть некий человек, у которого уже все, что можно, отказало Но у которого работает мозг, и еще через этот мозг жива личность И ум которого... Слово «еще» я оценил В разуме этого человека еще присутствует То есть, например, взять того же Хокинга Да, если не современная наука Мы бы, может быть, его гениальность в какой-то момент потеряли Но он по-прежнему может общаться Да, и возможно, что кто-то из гениев нашего времени окажется в такой ситуации Когда все будет работать, кроме мозга Вроде бы уже надо отключать человека Нет, мы ему сделаем систему питания, подключим его к аватару Он будет, как мы с вами, вполне полноценным Вопрос функционала этого аватара Гребенщиков не зря пел Ты меня немножечко полюбивая файл и USB, да? Там нужен был разъем, правда, одинаковый Согласно версии Бориса Борисовича подбирать Понимаете, какая штука? То, что вы говорите, опять-таки, абсолютно логично С точки зрения классической Весь проект очень логично Научной фантастики Конечно Но Я вам напомню, во что выразились все попытки Создать роботов-киборгов То есть, человекообразных роботов Робот-помощник Самый лучший его на сегодняшний день присутствует Это вот этот вот круглый автоматический пылесос Который сам знает, как ездит по комнате Запоминает положение Потом от розетки подпитывается И мусор в страхе То, что касается сверхтела Да, отдельные элементы используются в американской армии Как элементы усиления конкретного солдата Накладка на логоть позволяет поднимать большие тяжести Накладка на коленный сустав позволяет меньше уставать Все остальное Это, извините меня, это танцы роботов Это не чемпионат мира по футболу среди роботов И совершенно прелестные вещицы в Саудовской, если не ошибаюсь, Аравии Там гонки на верблюдах, управляемых роботами Все Я готов вам возразить Возразить Прямо сразу И если вы не видели, есть такой проект Пэтмен Американский Недавно Дарпа показал новую версию Пэтмена И это уже вполне себе антропоморфный робот Без головы, правда? Ну это Такой человекоподобный Как я знал, что все кончится Человек будущего будет человеком без головы Ну просто прототип, я думаю, голову приделает, если она будет нужна Так вот этот Пэтмен уже так неплохо бегает, отжимается Совершает движение довольно сложное И американцы собираются его взять на вооружение армии уже в 2016 году Очевидно, сейчас по тому, как он выглядит, что реальный робот-помощник Он просто не за горами Если эта разработка будет использоваться в мирных целях То вы очень скоро увидите робота, который сможет не просто песни петь и танцевать А если она будет военных целях, я уже ничего не забуду, но уже ничего не увижу, да? Потому что у меня пальнут быстрее, чем я соображу В принципе, армия, которая возьмет аватаров на вооружение Станет практически неизмемой Потому что реальные люди, операторы, носители сознания, интеллекта Они будут хорошо, достаточно спрятаны И это, конечно, вопрос и задачи нашего движения В том числе и некого, может быть, международного движения Чтобы открыть эти технологии, сделать доступными Чтобы они были в мирных целях использованы Любой Иран, любой Пакистан, любая другая горячая, тревожная точка На земном шаре могла использовать открытую технологию? Ну, почему нет? Если у Ирана не будет ядерной бомбы То эта открытая технология не помешает мировому сообществу никак Только разве что это будет такое средство для доставки ядерного заряда Поэтому я думаю, что без робототехники мы рискуем стать жертвами большого ядерной войны И, на мой взгляд, отсутствие этих технологий как раз может спровоцировать конфликт Когда те традиционные источники энергии, источники пищи для людей Когда они подойдут к концу, будут в определенной степени уже дефицитными Начнется обязательно ядерный конфликт какой-то И уж там нам с вами будет точная недоработка техники Поэтому я уверен, что для того, чтобы тот самый смысловой кризис не перешел в какой-то глобальный геополитический конфликт Нужно подталкивать прогресс И нет лучше проекта для прогресса, чем проект по продлению жизни По улучшению качества, по созданию искусственного мозга Вообще, в принципе, по пониманию того, как работает сознание, как устроена Вселенная Мне кажется, это очень связано Опять вопрос смысловой кризис Я думал, мы эту тему пробежали Знаете, какая штука? Смысловой кризис состоит Он давным-давно преодолен западной философией Которая переставала заниматься совершенно бессмысленным вопросом В чем смысл человеческого бытия Скажу, что в нем ровно столько же смысла, сколько возвержение вулкана И придя к тому, что носителем смысла может быть только индивид Поэтому на Западе общих идеологий нет, а индивидуальных смыслов сколько угодно И философия давно не занимается, кто мы такие, куда мы идем А занимается конкретными вещами Допустим, философия ревности Или философия умнижения Вот этими конкретными вещами она занимается Да, извините, я что-то не так сказал Я просто хочу возразить, что, видимо, может быть, философия нашла какие-то рецепты Но, с одной стороны, мы видим на улице Вы говорили о кризисе смыслов, не забывайте Я сейчас продолжу о них С одной стороны, на улицах Нью-Йорка И, на самом деле, в огромном количестве стран народ пытается что-то захватывать Захвати Уолл-стрит, захвати еще другие места Там же, я говорил об этом на саммите Это разве кризис смыслов? Это следствие кризиса смыслов Там же на саммите, вот я упоминал о том, что на саммите регулярность... Это следствие несправедливости, как ее понимают люди? Люди стоят с лозунгами «ядовой капитализм», а капитализм — это целая идеология Это такая большая система, система потребления Обама заявляет о том, что американцам нужно консюмеристскую идеологию как-то побеждать Что нужно больше производить, разрабатывать В общем-то, говорит о том же самом Просто, может быть, пока это идет коррекция не таких глубинных смыслов, которые нужно корректировать Но это все, мне кажется, следствие одного процесса А что касается индивидуальности, то налицо, наоборот, тенденция к интеграции Посмотрите, что происходит с людьми в социальных сетях, в различных интернет-системах Люди интегрируются, и небольшого технологического скачка достаточно, чтобы это вообще все превратилось в большой коррективный разум В коррективный разум? Да, опа, как мы хорошо и правильно сказали Нет, я понимаю, там кризис смыслов, кризис смыслов Я вижу, скорее, другие, и удивлен, почему вы их не назвали Может быть, потому что я не был настойчив в расспросах Есть несколько предположений, куда уж больше основанных Потому что есть кризис смыслов или нет кризисов смыслов Мы можем спорить до бесконечности Есть нации счастливые, у них кризиса смысла нет, хотя экономика на низком Есть кризис усвоения информации Он точно существует Потому что информация на нас валится во много раз больше Нам просто не хватает времени ее переработать Даже если мы с вами начинаем слушать аудиокниги Даже если мы таскаем с собой ридер И ликвидируем информационный дефицит этим посредством Все у нас завязано в сеть Нам не хватает времени Мы не способны переработать Мы испытываем проблему отчуждения Которую писал еще Александр Геевич Дугин От своего продукта, своего труда Потому что мы можем быть только узкими специалистами Мы переставим ощущать мир как сон Весь масса кризисов Но то, что вы мне пока что сказали по поводу нового тела Это и есть классическая попытка То есть, скажем, механическая попытка Или индустриальная попытка Решить проблему, которая знаменует переход к постиндустриальной среде Тело как помощник, другое тело как помощник Ну почему нет? Оно же в разных вариантах Кевлар защищает от ножевого пореза Термоперчатки, там, от высокой температуры Мы этим пользуемся Наш кухонный комбайн, это наше второе тело Понимаете, когда нужно много-много-много нашинковать Морковки или лук порезать Верно Я пока что совершенно не понял Как вы приходите к идее переноса информации Ну и что? Умирает наше тело Кухонный комбайн после нашей смерти Какое-то время работает После этого пластмасса начинает рассыпаться И где же вечная жизнь, обещанная вами? Вы знаете, прежде чем отвечу на вопрос о вечной жизни Я бы, вот еще разочек, обратил бы внимание на то Что реально необходимость произвести комбайн Она как раз и продиктована тем, что тело несовершенно Человек просто пошел по такому пути, что он стал себе делать электронных помощников Механических помощников Для того, чтобы дополнить тот функционал Который у него отсутствует Да, есть даже такой довольно старый термин Несколько сот лет уже органопроекция Совершенно с вами согласен И говоря о переносе информации, о вечной жизни Здесь как раз можно сказать о том, что попытка сделать новое тело Это попытка обратиться вовнутрь И здесь вопрос не такой поверхностный Который может показаться на первый взгляд Это не просто задача некую биомассу сделать бессмертной Мне кажется, что такой сложный технический проект Он будет просто неминуемо сопровождаться И сложными философскими структурами Какими-то концепциями, разработками Этических норм новых И вообще в целом перевернет понимание человека о себе Если вдруг выяснится, что он не Это биологическое тело А может быть еще и каким-то другим телом А может быть одновременно и темы другим И как-то даже в низких телах одновременно жить Вы правильно заметили, что здесь самый сложный вопрос Именно переноса информации В общем-то это то, что предстоит науке Выяснить в ближайшие 10-20 лет И поэтому мы свои планы на 10 лет Формулируем в области довольно-таки реальных разработок Но беремся из-за сложной зоны Например, обратное конструирование мозга Которое может быть позволит нам через 5-7 лет Тепленькая пошла Позволит через 5-7 лет подойти, может быть, к какой-то дебютной идее Которая уже сделает перенос сознания чуть-чуть более реальным Как-то наука хотя бы найдет то, за что зацепиться Для этого вам нужно ответить на вопрос, что такое есть сознание Абсолютно верно И вся система наших проектов, система идеи Она как раз к этому и подводит Это будет самая вызывающая, самая ключевая задача Перед человечеством, после решения которой До бессмертия будет уже рукой подать И я думаю, что еще будет не лишним ответить на такой вопрос Который был вами сформулирован в начале Который я просто не успел ответить Что такое бессмертие О чем мы говорим, если Вселенная тоже конечная сама по себе Такая формулировка тоже есть И, скажем так, мы не будем заставлять всех людей быть бессмертными Или как-то пропагандировать, что бессмертие обязательно Мы сочтем, что наша задача выполнена, наши цели достигнуты И если будут, к примеру, созданы технологии Когда человек сможет прожить от 10 тысяч до 5 миллионов лет Вселенная вполне может существовать в это время Это после этого Нью-Йорк Таймс написало Что ваш проект спонсируется невидимой рукой Владимира Путина Что можно себе представить в случае реализации ваших планов Как будет выглядеть информация в каком-недалеком году 166-й срок Владимира Путина Нет, вы знаете, Нью-Йорк Таймс написал по другому причине Потому что до этого написала газета «Совершенно секретно» Которая рассказала о том, что за нашим проектом стоит Владимир Путин При этом была очень такая красивая картинка А потом какая-то бабушка на очередном митинге эту картинку взяла, повесила И там был написан «Бессмертный Путин» И уж когда Нью-Йорк Таймс писали про политику Они взяли эту картинку в качестве иллюстрации И получилось так, что они пишут про нас Ну а мы, соответственно, опровергли, что Путин за нами не стоит Нет, из администрации президента не звонили? Рыков финансирование в интернет поддержки не обещал? Нет, вы знаете, Рыков, в общем-то, большого отношения к этому проекту не имеет Это моя личная инициатива К счастью и к сожалению не поддерживается ни администрации президента Ни Путиным, ни кем-то из людей, которые близко находятся к этим системам Ни единой России Хотя я всегда говорю, что если там завтра мне Путин предложит помощь Я ее с удовольствием приму и объявлю это публично Потому что от этого откажется даже я приму Если она будет материальной И более того, мой друг, член нашего движения Стивен Сигал Небезвестный вам даже обращался Который обращался, да Как раз к Владимиру Путину Предстательствовал перед Путиным за вас А вот объясните этот поворот, как случился в вашей судьбе Как Стивен Сигал? Откуда взялся Стивен Сигал? Со Стивеном я уже познакомился довольно много лет назад Ну, условно, много Где-то, я думаю, что 4-5 лет назад 4-5 лет, как мы дрожим Его участие в движении случилось очень просто Я приехал к нему на день рождения И привез То есть взяли и приехали? Большой плакат, да, взял и приехал Где было изображено видение работ корпорации «Бессмертие» Аватар, затем работа с мозгом, перенос сознания, тело, голограмма Такое футурологическое видение Которое мы сейчас понемногу начали реализовывать И Стивен увидел и перезвонил мне где-то недели через две И напомнил о том, что мы говорили об этом проекте Что ему он очень интересен Ему как буддисту это интересно Ему как человеку это интересно И предложил написать Путину Вот он с Путиным в 2005 году уже встречался И для него, видимо, это некий Понятный человек Ну, просто так же зашел к нему на день рождения, видимо Ну, там это все запросто в больших кругах Да нет, там... А, вы имеете в виду мой заход на день рождения? Конечно Это нормальный ответ в Министерстве образования и науки Мы встречались с министерством Какие наши инициативы были поддержаны? Есть соответствующий протокол на сайте Ну, в первую очередь, конечно, то, что необходимо возрождать российскую науку Потому что нужен проект большой В том, что нужно привлекать не государственное финансирование В общем никакие В том, что свежая мысль, она нужна в этом все Ну, конечно, сложно себе представить Что чиновник Министерства образования и науки скажет Что он поддержал бессмертие И давайте вперед Аватар Что ли, должен поддерживать чиновник? Нет, ну, при всем при этом Была определенная положительная реакция Хотя Непростой был разговор В медицине положительная реакция, уважаемый Дмитрий Ильич Свидетельствует о наличии болезни, как правило Там лучше отрицательный получить анализ, чем положительный Так что, если у вас есть обольщение по поводу положительного результата Если вы о российской науке, то она больна Так, критично, довольна То есть, как бы она не умерла Как бы пациент не кончился раньше Мы центр, чем свой не откроем Хорошо, сейчас мы перейдем к науке Потому что, конечно, возникает этот вопрос Ну, где у нас мозг Или хотя бы в каком-то варианте Ну, хоть что-нибудь там записаны эмоции Вы нам предъявите, воспроизводим Ну, сейчас другое Понимаете, какая штука? Есть подозрение, что бессмертие Это не физическая проблема, как большинство людей считает Это проблема этической К чему она сводится? Что? Доровые религии говорят Ну, они по-разному говорят Ну, допустим, взять самую близкую к нашей стране Христианскую Что нужно провести над собой определенную работу Узлюбить ближнего, как самая себе Простить грехи нашей и кожи Мы прощаем должников нашим Да, и так далее, и так далее, и так далее Не прелюбуй, не сотвори, ну и все понятно И ты получаешь тем самым шанс на бессмертие Вот, ты должен проделать над собой работу В разных странах к этому там дополняется Труд, нестяжание, ну и так далее, и так далее, и так далее То есть бессмертие, это и есть Или, скажем, не бессмертие, а продолжение жизни после смерти Это есть некая награда Существуют атеистические, но тоже очень понятные подходы Ну вот, например, слушайте Если уж Майкл Джексон Не говоря про Элвиса Пресли Если уж был Стив Джобс Стив Джобс жив Кто бы, кто бы смел Слушайте Тогда в том, что Пушкин Александр Сергеевич жив Нет никакого сомнения Вот Пушкин С ним можно общаться Он продолжает воздействовать на нас Собственно, есть, конечно, подозрение Что жизнь действительно не способ существования белковых тел А некое воздействие на информацию Приводящее, в свою очередь, к изменению этой информации Вы как прям по сценарию моего доклада У своего на саммите в сингулярности Yes, я научился читать чужие мысли Я научился На самом деле ведь А вы про сингулярность увлекаетесь? Смотрите, там такая масса в бесконечно малой точке Раздают Нормально выживем Дело в том, что действительно Есть такая жизнь В изобретениях В произведениях творческих Но это всего лишь метафора И об этом всегда спрашивают Я всегда отвечаю Попробуйте Сходить в счет в банке открыть Или управлять чем-нибудь В образе Стива Джобса Умершего некоторое время назад Или в образе Пушкина, живущего В «Капитанской дочке» Нет, у нас же не жизнь тела Они как личности интересуют Это академики из Российской академии наук Некоторые в информационных сюжетах Про нас показывают на портретах На стенах Говорят, ну такого мы бессмертия хотим Ну это хорошо, конечно Только Митрий Ильич, не забивайте меня Мою мысль вы прекрасно поняли Что доселе бессмертие трактовалось Как некая работа Как некая награда Скажем, жизнь после смерти Есть некая награда За некую работу, проделанную при жизни Она может состоять в соблюдении Определенных нравственных установок Она может состоять в том Что ты создаешь некое произведение Которое такой силы Что переживает века Потому что Пушкин жив А вот насчет Василия Кирилловича Тридьяковского Я не вполне уверен, что он жив Ну и так далее, и так далее, и так далее Вы знаете, все-таки А вы эту... Пушкин мертв В этом мире Пушкина нет Это вы давно Полтаву не перечитывали Я вас уверяю Перечитайте Внутри вас многое изменится Это значит, что он жив Его майор жив Я недавно Толстого почти всего перечитывал Все-таки Толстой умер Я вам точно хочу сказать Частная точка зрения для вас может быть Он в своих произведениях Он, конечно, живой Но мы не можем с вами с ним пообщаться Обменяться опытами Он не может написать Вам важно кто? Толстой как человек Или Толстой, который автор «Войны и мира» Вы знаете, здесь Нельзя, конечно, умалять ценности «Войны и мира» Толстого И других произведений Он инфицирует своей информацией По-прежнему новых и новых рекрутов И поклонников своего таланта В этом смысле он, безусловно, жив Еще раз повторяю Возможность продолжения жизни после смерти Была как некая награда За некий проделанный труд То, что предлагает Россия 2045 Полностью переворачивает и уничтожает Совершенно не так Ну как это нет У кого бабла больше Тот купил себе искусственное тело Искусственный мозг Во-первых, Россия 2045 Предлагает сделать это тело доступно всем Ага И открыть эти технологии И спровоцировать конкуренцию между странами Между компаниями Россия 2045 не собирается делать из этого бизнес Она собирается сделать новую философию Новый образ жизни И если вернуться к вашим мыслям О той работе, которую необходимо проделать Так ее в первую очередь необходимо проделать Потому что цивилизация, которая получила Такие сверхтехнологии в свое распоряжение Она просто уничтожит сама себя Не проделав эту работу И даже есть такая специальная теория Техногуманитарного баланса Ее автор Это человек, который Я не могу сказать, что Хотя нет, он даже регистрировался на сайте Движения Акоп Погосович Назаритян Это создатель первого в мире Евразиатского центра Мегаистории Бекистери Знаменитый И он говорит о том же самом И мы на этой почве сошлись И работаем И вместе Вот, кстати, планируем организовать конгресс В феврале глобальное будущее 2045 Вам нужно измененное сознание Обладателей сверхтехнологий? Нам нужно сознание Которое проделало Самую большую внутреннюю работу Которое Серьезно выросло Которое Обладает Другими принципами Другой этикой Другой моралью Гораздо более высокой Чем Та Те Которые Сегодня царят в обществе И Мы добьемся Этого значительного изменения Морали И всех общественных отношений Как говорил в свое время Один несостоявшийся юрист Из Симбирска Вы знаете Состоявшиеся Антропологи Говорят о том Что в середине века Вот либо мы добьемся Этой морали и технологии Либо человеческой цивилизации И большевики говорили То же самое Абсолютно Чем это кончилось Напомню Я думаю Что более шевиков Погубило то Что они чересчур Материалистично Ко всему подошли А вы С вашими новыми телами Нет С переносом сознания На не Этот самый Как его черт Не на белковый носитель Мы при этом Совершенно четко понимаем Необходимость Интеллектуального роста Духовного роста Так они понимали Какие-то вещи Человеческие страны Доступили всем и каждому Какие-то вещи Они не учли все-таки Хотя В принципе интересно А вы все хотите Учесть? Мы постараемся Так Если мы будем заражены Таким скепсисом То вообще ничего не получится Кто-то же должен что-то делать Всегда Если проект заявляет Нам нужно Общее изменение сознания В пользу сверхчеловека Более умного Более чистого Более бескорыстного Я опять же читаю Ваши мысли правильно Да, верно Телепатия возможно У вас наверное Какой-то интерфейс Очень продвинутый Да что Банальный вай-фай Только очень мощный Меня это начинает пугать Потому что Учесть вы всего не можете А попытка изменить Человеческое сознание Нежели бы оно менялось Естественным путем Пока же человеческая история К хорошему не приводила Но бог с ним Это я просто так Обращаю внимание Вы знаете Когда-то что-то хорошее Должно произойти Нельзя же все-таки Так Пессимистично А потом Для обычного человека Нет ничего страшнее Смерти на самом деле Можно бояться Одного другого Но когда человек Оказывается на грани То там По-другому Мне кажется Мышление идет уже Человек боится другого Потому что он не знает Куда он идет И что с ним будет Да, это правда Боится, что там будет пустота И после этого вообще ничего не случится Решить проблему болезни Смерти Объяснить человеку Что происходит Разобраться с самим В конце концов Так и сейчас есть решение Это гораздо важнее Думаю Джобс не боялся умирать Он после себя Оставлял большое Делать Была информация Интернация буддийского мастера Медитация Со стороны кого был признан Я не знаю Кто его точно признан В требовании Зависимого экспертиза Какой-то серьезный лама Со стороны христиан Да, там корпоративная Знаете, знаем Корпоративную раздачу призов Это называется Думаете, я купил? Нет, не думаю Что купил Не думаю На корпоративах ничего Подтянули для пропаганды буддизма Да, да, да Не исключено Я же обязан все ставить В принципе, очень хорошо Со Стивеном знаком Я не исключу, что это правда Потому что его образ жизни Он при всей гламурности Голливудской Голливудскому такому оттенке Он все-таки Очень отличается От образа жизни Обычного человека И о его духовных увлечениях Я знаю не понаслышке Поэтому Может быть правда Может быть реинкарнация Нет, я опять все-таки К вопросу об этих телах Вот смотрите Даже попытка Вмешаться Усовершенствовать Обычное белковое тело Ну хотя бы Наше с вами Встречает огромное Противодействие И огромный страх Клонирование Понятно Почему Даже экстракорпоральное зачатие Хотя по той причине Что там Плодотворяется Как правило Сразу Сразу Несколько Плодотворяет Вроде бы нормально Экстракорпорально Вроде оплодотворяет Оплодотворяет Там просто получается Очень много зародышей Сразу Там нельзя Вот так точно Один или два Там Вот из чего-то Нужно выбирать Почему там Тройняшки Четырняшки И так далее Это нормальный путь Вот Пугает Да Пугает все Клонирование Пугает Пугает то Потому что Мы смутно чувствуем Что наши мысли Наше сознание То что мы Обще называем Душой Это очень сильно Зависит от тела А что вы называете Душой Это очень хороший вопрос Когда то Что мы называем Сознанием Если мы сейчас С вами поменяемся Душами Нет Я вай-фай Сейчас отключу Так что Вы не волнуйтесь Возможно Наше мироощущение Достаточно Сильно изменится Просто по причине того Что у меня Размер левого уха Другой чем у вас Размер стопы Сердце бьется По другому Один может проплыть Пять километров Другой задыхается Пятисот метров Один любит брюнеток А другой Мировую революцию И Севрюжину с хреном И это определяется Наше пристрастие В том числе К брюнеткам Мировой революции И хрену с Севрюжиной Определяется нашим телом Вот какая штука Знаете Дайте еще один Посмотрим кусочек Скорее личность Да это не душа Да 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 То есть есть попытка Да мы сохраним не что Но сохраним ли мы личность Которую мы собственно Называем человеком Вот бы ученые Когда они взяли Да ответили все таки На вопрос Что такое душа С точки зрения науки Да кто ж вам мешает Я сейчас для меня большой ученый Я в свою очередь С большими учеными общаюсь Размещаю заказ Давайте посмотрим Фильм с рогатом Мы его смотрели В самом начале Давайте посмотрим еще один фрагмент И перейдем к интимной части Нашего разговора Том Том что происходит Что Что тебе нужно от меня Мне нужна ты Моя жена Я твоя жена Том Неужели ты не видишь Нет Ты не она Нет Это Это Вещь Из Из Термопластика Мне Нужна та Которую я люблю Моя жена Все изменилась Том Не изменилась Ты просто боишься Ты боишься И не хочешь это признать Мэгги Мэгги Ты меня не дослушала Белок Белок или термопластик Вот главная интрига Да нет Знаете тут другая штука Я подумал даже о белке Был в свое время В журнале Мэнс Хелс Летно 10 назад Ну они писали Обычный жеребячий текст Мои 100 кролевских желаний Ну я бы устроил чемпионат офиса По игре в Дум Ну и так далее И стали приходить отклики И они второй текст Публиковали Из реальных откликов Реальных людей И Вот знаете Один был такой Там парень писал Что у его жены Рак груди И ампутировали одну грудь И она очень изменилась И она изменилась полностью Он говорит Господи Да Нужно было обращаться к Богу Вот своими желаниями Я не прошу тебя вернуть Моей жене грудь Я прошу тебя вернуть Мне мою жену Вот я человек Не очень сентиментальный Я сидел и рыдал Над этим ответом Над глянцем Довольно жеребячим Довольно веселым Мужским журналом Вот так вот Может измениться Сознание человека Поэтому Вопрос Да Ну я понимаю Что вы хотели сказать Что тела Можно делать новые На основе Белкового синтеза Во-первых Они будут так же смертны Как те Которые мы с вами Я даже не предлагаю Использовать белку У белка есть ограничения Дело в том Что есть одна из претензий Таких Которые все Предъявляют движение Что произойдет Когда настанет Там 20 миллиардов Конечно Если мы будем Все из белка То есть опасность Что 20 миллиардов Даже 15 миллиардов Наша планета Не выдержит Я наоборот Говорю о том Что необходимо Избавиться От тех ограничений Которые диктует нам белок То есть Нет Я понимаю Как капится Говорит Что все это в раке 20 миллиардов Нас не будет никогда Он рисует Вот свои графики Рождаемости И говорит Что 12 нас будет На этом остановимся И даже начнем уменьшаться Но мы же знаем Там Европа не перенаселена Наоборот Нехватка людей Вы знаете Нам движение Мне лично Скорее Близко Высказывание Циолковского О том Что Земля колыбель Целовечество Но зачем же Вечно жить В колыбели Вот конечно Белковое тело Нам не позволит Выйти из колыбели И для того Чтобы Начать осваивать космос Реально А не Так как это сейчас происходит Нужно что-то делать с телом И многие космонавты Ученые Сейчас уже говорят Что просто в этом теле Невозможно далеко улететь Никак невозможно Нужно не говоря о том Что оно так надолго живет И вот этот отрывок Из фильма Он лишь О том говорит И ваш пример С грудью С грудью жены Того человека Который писал в журнал Он лишь говорит о том Что мы так мало живем И у нас так мало Постоянного Что практически Ни за что ухватиться Только человек Он чего-то в жизни достигает Он тут же начинает Что-то терять А только он Может быть В каком-то балансе Психоэмоциональном Я бы не тот Про Леонида Ильича Пересказывать Помните Когда Брежнева Показали черепаху Ему говорят Это черепаха Я не лечу Такое животное Живет 300 лет Я говорю Не успеешь привыкнуть К скотине Как она уже помирает Так Но Понимаете какая штука Хорошо А что делать с сознанием Вот например Марат Гельман Говорит Что он начисто забывает То что было с ним 7 лет назад Он каждые 7 лет Новое Начинает новую жизнь Вы уверены Что вы Вам сейчас сколько 31 31 Вы ведь помните себя В возрасте 6 лет Да Вполне неплохо Но у вас нет ощущения Что это был другой человек И что вы в школе Вначале Абсолютно другое Ничего удивительного Ну Ну Здесь Здесь мы наверное Говорим все таки О личности Да Она развивается Ребенок маленький Ребенок взрослеет Получает какую-то информацию Получает опыт Идет себя И ходить за плотом Обратите внимание Все время Тело меняется Да Потом начинает стареть Потом хорошего мало Уже бывает Ну Это поживем Увидим Кто-то из кукрониксов Говорил Что самое страшное В старости Что с каждым днем Он себя чувствует Все лучше и лучше Знаете Один из наших ученых Любит цитировать Какого-то другого ученого Не буду сейчас Врать И путать фамилию Так вот Коллега Наших ученых Говорил о том Что К примеру Хорошо в возрасте Потому что Женщин становится Все больше и больше Такая была мысль Это все индивидуально Вы слишком буквально Восприняли мою идею Перейти к самой интимной части Нашего разговора Нет Все-таки Что считать сознанием Мозг Который записывает Мы даже не знаем Как слой за слоем Повторюсь Я не знаю Что Как мозг ведет запись Есть Классические Научные определения Сегодняшние Но очевидно Что они не удерживают Никакой критики Потому что Явно Многие аспекты Не учтены Есть попытки Исследовать Тех же йогов Буддистов Которые занимаются Медитацией В Стэнфорде В МАЙТИ И разобраться С измененными состояниями Сознания Есть Трансперсональная психология Которая занимается Измененными состояниями Сознания Есть Все различные подходы Которые признаются Научными Ненаучными Гипотезы Современная наука Точно не может Ответить на этот вопрос Она здесь бессильно Мне кажется Нужно эту ситуацию Переломить Для этого Замечательно Нужно чтобы Преломли Стояла такая цель Вот мы эту цель Ставим Надо разобраться Что такое сознание Наука должна дать Определение Сейчас человек Который Твердо стоит На научных Каких-то позициях Он Зачастую Является Человек Человек Который Больше Склонен К реплексии Примыкает К той или иной Конфессии Нужен компромисс Нужна какая-то Новая концепция Которая бы Сочетала бы И преимущества Научного подхода И использовала Те плюсы Которые есть В конфессиях И в духовных традициях Но при этом Отвечала бы На вопросы каждого И как раз Помогла бы Сформировать новый Вектор развития Для людей Вы все говорите Что нужно и нужно Нужно и нужно И не можете Ответь на вопрос Что у вас Вполне делаем Практические шаги Вы знаете как Дело в том Что если я вам сейчас Скажу что мы знаем Что такое сознание И узнаем Завтра или послезавтра Завтра наверное Опять соберется Комитет положенной науки И обвинит меня В том что Никуда полез Да он один раз Занес уже И это будет наверное Отчасти правды Потому что мы не знаем Что такое сознание Но у нас на ближайшие Десять лет Есть реальный план Разработок Который позволит К этому Приблизиться И вот эта концепция Аватар Работа с мозгом Работа с Внешним С роботом Которым мозг Может дистанционно управлять Она на самом деле Очень близко Ходит Вокруг той проблемы Которую нам нужно решить Потому что Есть Сейчас такие исследования Когда например Человек Человеку в виртуальной реальности Бьют по руке А он реальной Рукой чувствует боль Есть Исследования Когда Человеку на язык Кладут Определые электроды У него появляется Видение Техническое видение Значит И Очевидно Что Есть вещи Которые наука Не может Пока Полностью Как-то Целостно Объяснить И нужно в этом направлении Двигаться Наш цикл Проектов Он как раз Создан для того Чтобы двигаться В направлении Понимания Что такое мозг Что такое сознание Как это связано Что чем Управляет В какой последовательности И наверное Я думаю Что Лет через 7 Через 10 Может быть через 15 Станет возможно Знаете Великие изобретения Они делались Одним гением Может быть двумя Параллельно В разных концах света Но Я думаю Что в какой-то момент И не понадобится Тысячи ученых Для того Чтобы разобраться Нужна будет Все лишь одна Единственная Дебютная идея Гипотеза Она будет проверена Подтверждена И мы С вами Вот так вот быстро Шагнем В новую эпоху Совершенно для человечества Были сообщения Буквально 2 недели назад О том Что итальянцы Избрели холодный синтез Тот самый О котором Давно-давно говорят То есть Безопасная ядерная реакция Если вдруг Это окажется правдой Если это подтвердится И если у нас Будет возможность Нет Проблема-то Давно-давно Проблема в том Что живет Эта плазма В течение Далее секунды И все Вот на какое время Удается ее управлять Речь идет о безопасной Ядерной энергии Это даже не президентский срок Речь идет о безопасной Ядерной энергии Представьте себе Если вдруг В нашем распоряжении Появятся батарейки Атомные батарейки Которые позволят Ну допустим Никогда не менять батарееку Журнал техника молодежи 1956 год Вот тогда Это писали Да ну что И Брэдбери писал О полетах на Марс А когда его журналисты Спросили о том Почему мы до сих пор Не живем в этом мире Он просто сказал о том Что люди просто Не то стали изобретать Они стали расширять Свои предметы потребления Но не подумали о том Что можно Всю эту энергию Сконцентрировать На том Чтобы реализовать Какое-то поселение На Марсе Поэтому Все в наших руках Хорошо Что об этом писали раньше Плохо Что об этом не пишут Сейчас в должном мире Плохо Что в России Научпоп недостаточно Развит Приезжаешь в штат Огромное количество Журналов И там такое пишут Что я уверяю вас Если бы наши люди Получали эту информацию То видение было бы совершенно Другое Они не хотят получать Информацию сегодня добыть Пару раз плюнуть Это скачиваешь Повторяю там Библиотеку травмы И получаешь все Чем ты хочешь заниматься Агрессией Конрада Лоренса Что тоже своего рода Философия Дивный труд Пожалуйста Хочешь читать Берна Игры в которые играют люди Пожалуйста Читай Берна Ты хочешь читать Я не знаю Патрика Брюкнера Пожалуйста Читай Себе там Философию Насильственного Приобщения к счастью Это все есть Это архидоступно Более того Это бесплатно Люди имеют Сегодня доступ Бездефицитный К информации Они хотят заниматься Помимо констатации Этого прискорбного Я без издевки Факта Прискорбного Вы сказали У вас есть конкретные часы Конкретные этапы Простите Если бы напротив меня сидели Не вы А профессор Прибраженский Я бы его спросил Конкретно Тот самый профессор Он бы сказал Дорогой Дмитрий Я вам готов Продемонстрировать Через месяц Прооперированную женщину Которой имплантированы Яичники обезьяны И увидите Что она субъективно Объективно По всем данным Анализов Она помолодела На 20 лет А еще через 3 месяца Я вам готов Показать Собаку С присаженным в нее Гипофизом Человек И она будет выглядеть Как человек Это я понимаю Вот шаги Я их могу пощупать У вас-то какие шаги Что я могу увидеть Когда И как ваше Увидение Через 5 лет Я вам в студию Приведу Робота Который бы Внешне похож Очень на того Который вы видели В суррогатах Там много Там робот-мальчик Робот-девочка Это красавец Типа из спортзала Допустим Мы можем договориться О том Что я приведу вам Робота похожего на себя А сам буду сидеть У себя в офисе Здорово Так Давайте к остальному Меру ответственности Что будет Если не приведете Надеюсь не уголовно Первым В эту студию Надеюсь не уголовно Меру ответственности Давайте Не знаю Давайте какой-то Небольшой парень То есть вы всерьез Вы утверждаете Что робот Киборг Который не был создан Хотя уже Законом рвотехники Шеклис Формулирован Там бог знает Сколько лет Несмотря на все Достижения ученых В области Там создания Полимберных материалов Его за пять лет Каким-то образом Вы создадите Вы знаете Я в неделю назад Может быть чуть больше Восемь дней назад Общался С японским ученым Его зовут Хироши и Шигура Хироси и Сигура Может быть Вариант прочтения Это зависит Есть питерский вариант Суши Есть московский Суси Так что Тут вот Наверное так И этот человек Уже создал робота Называется он Джиминуит И уверяю вас Что с пяти шагов Вы можете его Принять для человека Что умеет парень Конкретно этот образец Он сделан для того Чтобы продемонстрировать Мимику похожую На человеческую Нашний вид лица Его есть версия Которая просто Обладает туловищем Которая не движется Есть версия Которая простейшей Манипуляцией Может руками Осуществлять Но там примечательна Именно та часть Которая касается лица Если это лицо Подсадить На американского Пэтмена Доснабдить Систему управления Хотя бы такое Которое показано В фильме Хинокио То есть с экраном И с частичным Нейроинтерфейсом Не полностью мыслью управления То Я думаю Что при наличии Соответствующих исходников Этих разработок Я бы к вам привел Этого аватара Уже через год Да ведь если бы Иван Иванович Представить губой Иван Никифорович Это же как бы красавец За пять лет Я думаю Что мы Сделаем все То же самое И с нуля Хотя японец Шигура Он вообще Под такую идею Согласился Даже в Россию Переехать И сказал Что Мечтает с нами Поработать На днях Выйдет Видеоинтервью С ним И сказал Что полностью А что так Конфинансирование Обеспечивает лаборатория В чем дело Обычно В обратном направлении Он удивлен Что такое уже Многочисленное движение Больше шести тысяч человек Пропагандирует Такое видение будущего Это очень близко Его видением И это Не совсем может быть В философии японцев Потому что Они самураи Они готовятся Всю жизнь к смерти Но ему При этом При том что Он сам сам самураи Готовится к смерти Ему Вполне импонирует Сценария продления жизни И Это Для него По-настоящему Амбициозный проект Это не единственный Иностранец Который Ради этого Готов в нашу страну Приехать И помочь нам С решением Проблемы Отечки В корректности Вашего постулата Что все японцы Самураицы У меня просто Это довольно много Это слова Того самого японца Когда я спросил Как насчет Философии бессмертия В Японии Нет ли у вас Какого-то секретного Уже первого бессмертного В ваших Хай-тек лабораториях Вы же всем известны Свою робототехнику Он сказал Что у нас другая философия Конечно не берусь Европеизирован У нас множественность Индивидуальных философий Но по крайней мере Те люди С которыми я с моими коллегами Общался Тоже не важно Хорошо Первый шаг Даже если вы мне приведете парня Который может Изображать Эмоции На уровне актеров Которые играют В мыльных операх Первого канала Да знаете Любовь Страх Вот Ну это Я вас уверяю Это любую Куклу Барби Можно этому научить Ставив электромоторчик Вы знаете Скорее всего Японец будет у нас На конгрессе В феврале Я вас приглашаю Приходите Посмотрите Не нужно ждать 5 лет Хорошо Я насиновал Если он не обманет Он обещал приехать Японец пусть там будет Согласен Следующий шаг Потому что все-таки Если роботы Верблюдами на скачках Управляют Дальше Параллельно мы работаем Над проблемой Старения мозга Над тем Чтобы создать систему Питания для мозга Автономно Над тем чтобы обеспечить Его внешнюю связь С таким роботом Над тем чтобы Ну почему нет Если это голова Она полностью управляет Аватаром И ощущает себя Этим телом Пусть механическим Но вполне себе По качеству Удобоваримым Для повседневной жизни А Медведев Глава центра мозга Петербурга Об этом знает? Сын Натальи Вехтеревой Вехтеревой Вы знаете Об этом знает С нашей стороны Директор института геронтологии Профессор Шабалин Академик Российской академии Медицинских наук Невозможно же Взять Знаете В проект Всех самых лучших Ученых Соединить их И заставить их Работать Над ним У каждого Свои Что значит Наша задача Вы как Вы финансирование Распределяете Гранты В отчеты Вы знаете Я создал фонд Специально для этого Он называется Невчайство 2045 И через этот фонд Я как раз Планирую привлекать Финансирование Частное На проект И распределять Эти самые гранты Уже привлекли? Пока Нет Но Дело в том Что фонд Не так давно Был зарегистрирован Буквально несколько недель назад Но Я вот Последнюю поездку В Америке Очень много общался Встретил Реально неподдельный интерес И я думаю Что достаточно будет Проблематично Первое финансирование Привлечь в нашей стране Потому что У нас Чуть больше снобизма Чуть больше недоверия Восприятие Как некая авантюра Или знаете Как обычно Думают Попытка Что-то распилить Освоить В Америке Люди более практично Смотрят На эти проблемы А вам бы предложили Оторвать голову Незамедлительно И сделать ее вечной Вы бы как К этому предложению Мы не предлагаем Незамедлительно В конце жизни По выбору Или если ты на грани Не находишься Я вам хочу сказать Что нам пишут Люди предлагают Оторвать их головы Просто Не можем себе Этого позволить Да и не хотели бы Никому ничего отрывать Но и даже такие люди Есть Которые во имя науки Хотят Что-то с собой сделать Наши задачи Удержать Ткани мозга Тоже подвержены Старению Вы знаете Очень такой сложный вопрос По поводу мозга То есть Конечно считается Что Большая часть нейронов Она не стареет Она просто Отмирает Со временем И это тот проект То направление Которое больше всего Вызывает Каких-то Непониманий Противоречий Это то На самом деле За что академики В нашу честь Хотели собраться Но при этом Там есть Вполне реальные направления Которые Даже на промежуточных этапах Будут уже больным Полезны Не говоря уже о том Чтобы создать Ту самую систему Трансплантации мозга А если говорить О профессора Доуле То у нас есть В советской школе Хорошая традиция Это Демихов Который 20 голов Собак пересадил И собака В себе вполне Демонстрировала рефлексы И есть Роберт Уайт Американский ученый Который умер К сожалению В 2010 году Он достал мозг шимпанзе Зафиксировал Этот мозг жил И там Самая главная проблема Была в том Чтобы Получить какую-то Обратную связь Насколько он Обладает сознанием Той же самой шимпанзе Но внешне Он выглядел Как живой мозг И необходимые импульсы Электрические Демонстрировал И когда Через 5 лет Я понимаю Актера из мыльной оперы Там Что у нас тогда будет Какие сейчас мыльные оперы И тут Просите Господа В общем Актера для дома 126 Вы мне принесете Нет А еще не будет 126 Дом 4 Можно я для вас Более глобальный прогноз Делаю Нет Вы мне сейчас скажете По срокам Непрямо сделайте Когда вы мне голову Профессора Дуоля Понесете Пока это видение Оно основано Безусловно На оценках специалистов И Вы знаете Дело в том Что Когда мы говорим О неком будущем Через 15 лет Надо понимать Что мы сейчас Находимся как раз В зоне Где мы можем Это будущее Формулировать И Формировать То есть Уходите От ответ Нет Нет Я сейчас Назову Конкретные цифры Просто Я хотел бы Все-таки Поставить акцент На том Что это Все в наших руках Сейчас По моему видению По видению Некому видению Корпорации Бессмертия Которая продемонстрирована В 2045 И Которую В принципе Большинство Специалистов Вполне Адекватным Считают Это Произойдет Где-то В интервал Между 2025 И 2030 Готом Возможность Эту технологию Как-то Более-менее Начать Внедрять Без рисков Сделать Ее работающей Это может Раньше Произойти Это может Чуть позже Произойти Но Я не думаю Что значительно Позже Если будут Преприняты Шаги Учеными Для того Чтобы Заниматься Этой Проблематикой Я когда Искал Людей Которые Занимаются Тем же Что и Роберт Уайт Я столкнулся С тем Что Больше В мире Нет Ни одного Финансирования Вопрос Приятия Тех разработок В обществе Вопрос Вовлеченности Специалиста Для того Чтобы он Немножечко Сменил Свой профиль Сменил Специализацию И начал Заниматься Не одним вопросом Трансплантологии Например А вопросом Трансплантологии Мозга И есть люди Которые хотят Это делать Готовы делать Просто Может быть Не все Сейчас публично Говорят Потому что Об этом Потому что Работают В структурах Ран Работают С теми Начальниками Может быть Которые Не признают Интересы Моя задача Движения Сделать Эти увлечения Эти интересы Нормальными Сделать так Чтобы люди Этим занимались И не были Белыми воронами Я вас понимаю И поскольку К вашему Времени жизни В пределах Этой телепрограммы Я могу Сейчас Максим Оставить Одну минуту Но извините Есть вещи Которые Властвуют И мной тоже Вы обещали Дать прогноз Глобальный Вы укладываетесь Теперь уже В 40 секунд Ну Как раз Говоря о глобальном Прогнозе Я хотел Указать На то Что Имеет Большое Значение Каково будет Настроение Общества Каково будет Желание Общества Будет людям Интересно Бессмертие Будут ли они Его заказывать Будут ли они Требовать Этих разработок Будут ли они Выходить Так же на улице Как они выходят Протестуя против Капитализма Требуя бессмертия А прогноз Следующий Ближайший год Удет на то Чтобы Эту дискуссию Поднять еще На более высокий уровень И у нас в стране И за рубежом В Америке И канал MSNBC Вполне известный Себе канал Назвал Тот доклад Который я представил Пока самым Современным Из тех Что приходилось Зрителям Слушать Даже на саммитах Сингулярности Самым Скажем так Визионерским Самым смелым И я думаю На вас На вас есть Возможность Довериться ему Лицков Прав И тогда Вы обретете Бессмертие А возможно Он ошибается Тогда окажусь я То есть Если вы хотите Чтобы после вас Осталось Что-то К тому моменту Ко ваше белковое тело Увы Прахом пойдет Ну записывайте И не забывайте Делать бэкап Меня зовут Дмитрий Губин Дмитрий Лицков Огромное спасибо За участие В нашей программе Живите долго И будьте счастливы Оставайтесь Разумеется На телеканале Совершенно секретно Редактор субтитров А.Семкин